В России была страшная разруха. Заводы стояли, не издавались учебники, не было бумаги. А уж о тетрадях и говорить нечего. Писали на обоях, сшитых тетрадями, большими, потом переносили в бомбарные книги, старые, расход, приход, если смогли купить на толкучке. Считали за удачу. На 40 человек класса был учебник Киселёва «Один экземпляр» по алгебре. Не знаю, точно не знаю, как получилось, что класс разбился на группы по пять человек. Каждому вменялось два предмета. Лично я вела литературу и историю. Нужно было быть стенографисткой, успевать за преподавателем, где слово, где черточка, где кружочек, а дома всё это расшифровать и переносить в амбарную книгу для изучения четырьмя человеками. Страшная разруха. Заводы стояли, не издавались учебники, не было бумаги. А уж о тетрадях и говорить нечего. Писали на обоях, сшитых тетрадями, большими, потом переносили в амбарные книги, старые, расход, приход, если смогли купить на толкучке. Считали за удачу. На 40 человек класса был учебник Киселёва. Один экземпляр по алгебре. Не знаю, точно не знаю, как получилось, что класс разбился на группы по пять человек. Каждому вменялось два предмета. Лично я вела литературу и историю. Нужно было быть стенографисткой, успевать за преподавателем, где слово, где черточка, где кружочек. А дома всё это расшифровывать и переносить в амбарную книгу для изучения четырём человеком. Я в свою очередь получала об них по другим предметам расшифровывать материал. Но этот метод применялся уже в седьмом, восьмом-девятом классах. Все предметы переспрашивались педагогами для закрепления, особенно математика. Потом зачётная система четыре раза в год и годовая в мае. Когда начинались зачёты, пятёрки собирались у кого-нибудь на квартире и всю ночь готовились. И надо сказать, что несмотря на холод в школе, плохую обувь, все сорок человек учились на хорошо и отлично. Эта сознательность давала такие результаты. Было слово «надо». Лодырей обеспеченных не было. Учились все с полной отдачей, потому что надо. Но это было в старших классах. А мы-то пока в пятом и шестых классах. И тоже чернели ещё малыми детьми. Нам по тринадцать-четырнадцать лет, а годы – 1919 и 1920. Вот я об этих годах пока и пишу. Очень было трудно жить. Тем не менее, я училась хорошо и много читала. Мама учительствовала, зарплата была очень низкая, приходилось брать вторую школу. Плюс к тому ещё и вечерние часы. Шла она по ликвидации неграмотности куда-нибудь на окраину. Уставшая, озябшая, приходила она домой. Но тогда ещё была бабулька. Маня Павлик. Наступил 1921 год. Не урожай хлеба повлёк за собой голод в народе. Школы закрывались, дети не ходили, учителей увольняли. Как же жить было? Сначала ушла от нас Маня. К евреям пошла в работницы. Потом ушёл Павлик добровольцем в армию. Ему скоро семнадцать лет. Взяли, чтобы спасти, наверное, парня от голода. Бабулька с мамой рассорились. Она отдельно питалась и где-то ходила. В это время пришло письмо от Нюнюки, маминой сестры из Воронцовки. Звали бабульку, а здесь решили меня отправить. Писали, что они ещё держатся. Меняют вещи на пшено. Жить можно. Наверное, бабулька, любя меня, по-своему решила меня отправить. В это время грузины, семья Кэто, уезжали совсем в Тбилиси. Тогда Тифлис. Уехали они со всеми вещами в товарном вагоне. Мама пошла и поговорила. Ладно, можно взять Зину. Места много, но мы от станции Георгиевск повернём на Тифлис от Георгиевска. Ей надо будет добираться, как-то уж не знаю, влево. Проехать станцию Куму и следующая станция Карамык. Да я там найду, кто едет на Будённовск. Поручу кому-то. Ну, там и порешили. Я уехала в Георгиевске. Поручили меня высадить на станции Карамык. Приехала. Меня встретили хорошо. Я же была нюнюке не только племянница, но и крестница. А милочки двоюродная сестра. Уж так-то мне обрадовались. Очень. Потекли дни. После недоедания в Ставрополе мне казалось раем. Утром стакан чая с кусочком пресной пышки. В обед суп и каша пшённая. Круто сваренная. Потом я стала понимать, что запасов особых нет. Но нюнюка советуется с бабушкой Людмилой. Пойду это кольцо отнесу. Прошло полтора или два месяца. Я скучала за мамой и беспокоилась. Стоял уже март или апрель месяц. Подошла Пасха, и они ещё что-то пекли. Ушли ночью в церковь на всеношную. А воры вытащили стекло в окне кухни и унесли всё, что было приготовлено. Я слышала, но что я могла сделать? Наутро, когда они пришли из церкви, то обнаружили весь ужас случившегося. Людмила плакала. А тут бабулька приехала. Встреча мигом туда-сюда, а стол накрыли. Разговелись. Ну как там Таня? Спрашивают. Да как там? Голодают. Я им немного оставила. Загорелась душа у меня. Говорю бабульке, хочу к маме уехать. Уговаривать не стали. Что с меня взять-то? А бабулька имеет много золотых вещей. Не пропадут они с ней. Ну и собрали меня в дорогу. Потом бабулечка уже на вокзале говорит, Боюсь я её одну отпускать. Каждый может обидеть. Я поеду. Дорогой, может, попутчиков найду ей. И поехала со мной. А народу страсть господняя. С мешками, с тряпками. Сами рваные и вшивые. А ведь это страшно. Мне-то ничего. Я переболела. Ко мне уже тиф не пристанет. А бабулька. Аж до самой узловой станции Кавказская. Доехала бабуля. Нашла грузинов или армян. Ехали в Ставрополь. Везли сушёные фрукты и орехи. Распрощалась я с родной душой. Она поехала назад. А я в Ставрополь. Через две недели получили письмо с известием, что бедная бабулька заразилась свиным тифом. Вся в бреду кричала. Ой, Зиночка, где ты? Зиночка. И умерла. Я так сильно мучилась. Из-за меня бабулька умерла. Говорила я себе. И как вспомню, что она без билета. Ехала и висела на порожках. А кондуктор кричал. Вот скину тебя. И так далее. А она держалась за железные перила. Просила. Голубчик, не надо, не надо. Пожалей старуху. Я стояла в тамбуре. У меня был билет. Я любила очень её. И многим ей обязана. Даже жизнью. Не поехала бы провожать меня, была бы жива. Она научила меня многому, чему мама не знала. Мама ничего не умела ведь делать. Мне помнится случай один, после чего у нас в доме всё пошло наперекосяк. Бабулька гладила бельё в детской на большом столе. В руке был утёк у неё с раскалёнными древесными углями. Мама напротив стояла. О чём они говорили, не знаю. Не прислушивалась, не интересовалась. Как вдруг бабулька закричала и стала падать с утюгом вместе. Когда она упала, утюг раскрылся и красные угли рассыпались вокруг неё. Я начала хватать угли и отбрасывать в стороны, чтобы не загорелось платье бабули. Потом взглянула на бабульку. Она лежала с закрытыми глазами, синяя, со стиснутыми зубами, языком. Кто-то брызнул ей воды в лицо, она постепенно очнулась. С тех пор между мамой и бабулькой отношений не было. Бабулька отделилась от семьи и жила обособленно. Как же так, думала я, ведь бабулечка вырастила и воспитала маму, не давая ей браться за холодную воду, как говорят. Она ей заменила мать, отдав ей молодые годы, свои. Потом на выходе мамы замуж все заботы взяла на себя. О, жестокая неблагодарность. Видимо, она написала Людмиле. Та звала её к себе. Но бабулечка ответила. Меня потом обратно провожала и в результате умерла. Когда я приехала из Воронцовки домой, я застала грустную картину. Мама, Люся и Юра жили в маминой спальне. Посредине комнаты стояла железная печь, и трубы её тянулись вдоль потолка, концом проникая в голландскую печь. Она пахла горько, горечью и копотью. На печке стоял чугунок. Пустой. Детская комната стояла холодной, служила подсобкой. Мамы дома не было. Дети мне обрадовались и сказали, что мама на базаре что-нибудь продаёт из вещей, чтобы купить-кушать. Когда пришла мама, я в душе ахнула. Мама была воскового цвета и отёчная. Руки и ноги, как колоды, и лицо тоже отёчное и бесформенное. Ну, я в слёзы. Всё рассказала. Потом она, что ходит чуть ли не каждый день в Горано, отдел народного образования. Но пока безрезультатно. Работы нет. Школы закрыты. До её прихода я сбросила с себя одежду и отнесла в сарай. Затопила железную печку, согрела воду, обмылась. Надела, что смогла, чистая. Потом помыла полы. Дети повеселели. Хорошо, что ты приехала, сказал Юра. Ему уже было 9 лет. Люсе 11. Мне скоро 15. С тех пор стала помогать маме тем, что я заменила маму на толкучки. Сидела на скамеечке и продавала всякую мелочь, иногда более ценную. Когда приходила домой, принималась за домашнюю работу. В большом чугуне варила суп из пшена. Дети сидели вокруг печки, буржуйки. И, сложив руки под подбородком, кулаками, глядели в чугун. Я тоже садилась и смотрела, как крупинка за крупинкой гонялись в чугуне. Вместе с мамой ели этот суп по две тарелки и наливались животы. Хлеб по карточкам был очень малой каплей в нашем питании. Иногда раз в неделю или в 10 дней приходил Павел в длинной шинели и с коммунаркой на голове. Приносил буханку хлеба и сахар. Видимо, он получал это о капте Нармуса. Тот посылал его покормить семью. Ведь сам Павел питался в армии. Ну, наверное, тоже скудно. Что же он делал? Мамы, как обычно, не было дома. Он разжигал печку, ставил кофейник и варил кофе. Потом обрезал от хлебины плоской из проросшего зерна в длину большой кусок хлеба и пил и ел. Никому не давал ни кусочка. По окончании этой церемонии делал вдоль среза по верхнему краю зарубки, прятал в верхний ящик комода, запирал на ключ, ключ-карман и уходил. Правда, один раз он предложил Юре «Хочешь вот поесть гущу кофейную?» Юра было протянул руку, взял, как я закричала «Не смей пить! Пусть он подавится ею!» Эгоист! После его ухода я посылала Юре за ворота глядеть, как Павлушка уходит вверх по улице, а сама, имея ключ, открывала ящик, доставала хлеб, отрезала вдоль хлеба полоску в четыре пальца, делала зарубки на оставшемся хлебе и, вооружившись ножом, делила украденный хлеб равными частями мне, маме, Люсе и Юре. пировали, пили, хлеб ели, чай, вернее, кипяток. Вот так в Павле с детских лет еще развился эгоизм, страшный эгоизм. Я жалея маму, сама рубила хворост, который лежал около сарая. Мама покупала на базаре. Вообще с пятнадцати лет я стала помощницей мамы. Приходила она, уставшая, измученная, поисками работы. Была в то время и биржа труда. Да что толку было от нее нам? Я же варила, мыла полы, стирала щелоком из золы. Павел приходил, приносил, но ничего не замечал. Забыл, наверное, где были зарубки. В один из апрельских дней трое нас сидели в коридоре на лестничных ступеньках. Дверь была открыта, и солнце грело наши ноги. Хотелось есть, но ничего не было, что можно было положить в рот. Говорить не хотелось. Пришла мама из города, сказала, пока еще ничего, только с осени, с нового учебного года можно будет получить работу учителя. Этот год пропал. Жаль детей, всех детей. На улицах есть беспризорные дети? О, очень много детей. Беспризорными их называют голодающими. Да вот еще что, предложили. Нужны воспитатели в дома-детприемники. Это куда привозят прямо с улиц вот таких беспризорных. Я даже пошла с направлением на работу воспитателем в тот, куда направили меня. Пошла посмотреть, что и как в этом приемнике. И не осталось? Нет, дети, не осталось. То, что я там увидела, не поддает, не поддавалось описанию. Но что, что ты увидела? Я увидела, как на подводе привезли детей. Некоторые почти умирающие, но их на носилках несут помещение. Другие еле-еле идут, грязные, оборванные, заросшие. Видела и во дворе сидящих на солнышке под стеной здания. У них трахома. Это болезнь глаз. На некоторых парша на голове, какие-то струпья. Короста. Есть заведующий, но воспитателей нет. Смотрит и принимает детей няня. Крупная, красивая. Ей помогает большой малец, лет шестнадцати, из числа беспризорных. Я и Люся сказали в один голос. Нет-нет, ты там заболеешь. Не надо, мамочка. А самый маленький, Юра, тихо промолвил. А может, ничего, мама? Ты не заболеешь? На другой день, проснувшись, мама не увидела. А в двенадцать-тринадцать часов к нам в наружную дверь постучали две девочки. Они были одеты в одинаковую одежду, коричнево-черную. Спросили, здесь живут Никитины? Да. Вот вам Антонина Александровна просила покушать, передать. А кто вы, спрашиваю я. А мы из детприемника, Оля и Надя. Вот здесь каша маисовая, здесь канадский хлеб, а вот какао. Это все из Америки прислали детям. Владимир Ильич Ленин сделал. Боже мой, глаза не хотели верить. Аж из белой кукурузы, называется маисовая. Хлеб белый. Странный он какой-то, безвкусный. Ну а какао, есть какао. Сели, наелись после стольких дней голодовки. А когда пришла мама, она сказала, я не решалась. Но когда Юрочка сказал, а может ничего, мама, ты не заболеешь? Я решила пойду туда работать. И утром тихо встала, оделась, ушла. Там не так уж и страшно. Руки все время моют в растворе, воды и карболке. Голове туго завязали белым ситцевым платком, белый халат, словом, как доктор. Ничего, дети, все будет хорошо, сказала она. Но с того дня мы ожили. Мама тоже стала поправляться. Исчезла желтизна лица и отечность. Не могу не сказать о гражданском грехе своем. Вскоре наш зал-гостиную, пустующую, так как еврей со своим семейством куда-то переехал, стали засыпать картошкой. Несколько машин картофеля привезли красноармейцы. И через окна сыпали ее в пустое помещение. Один раз я попросила картошечки. Красноармеец сказал, давай ведро. Я сбегала, он насыпал. Не знаю, кому из нас пришла в голову мысль сделать в двери внизу дырку и таскать оттуда по одной штуке картофеля крючком. Сказано, сделано. Дыра была небольшая, но глядя в окно с улицы, мы видели, что картофель около окна оседает. Стали меньше брать, реже. Да мы уже и наелись. Картофель и паек из детприемника. Мы поправились, нам было очень хорошо. На работе у мамы больше новых детей не привозили, а те, что были, поправлялись. Их потом передавали в детдома. Я стала ходить туда, но мама провожала оттуда. Иди, иди. Нечего тебе здесь делать. Еще спустя время нас стали приглашать в детские дома участвовать в концертах. Я и Люся исполняли танцы минуэт по тарантелло польку. Нам аплодировали. Этому мы научились. Еще голодного года не было. И замечать у замечательной Ниночки девушки, не зная, откуда она взялась. Училась в летнем помещении коммерческого клуба. Теперь возвращались из детдома с корзиной, а в ней пироги, булки, бублики. Это награда артистам. А иногда мама просила нас с Люсей потанцевать, и мы танцевали перед ней в одних рубашках, а она, лежа в постели, любовалась. Наступило лето, появилась зелень. Скоро в школу. Нас от нашей большой семьи осталось четыре человека. Почему-то никогда, никогда не вспоминались ни папа, ни бабулька. Но пусть мы дети, а мама. Ведь эти люди были дорогими, любыми, любимыми, а имена их не произносились. Об этом я задумывалась, лежа в постели. Но спросить, заговорить о них я стеснялась. Мы, дети, росли, не любя друг друга. Было какое-то невидимое преграждение. Нас не сближали никогда, что надо дружно жить, любить друг друга, помочь один другому. Павел всегда жил своей самостоятельной жизнью. Бил и обижал. Я защищалась, как могла. Люся была на особом положении. Мама в ней души не чаяла. В ней она видела свое повторение. Те же глаза большие, голубые, волосы, рот. Слово вся она в маму. Она ничего не делала в семье, хотя ей было уже 10 лет. Не интересовалась, все получала, готовая. Сварить суп не могу, помыть пол не могу и так далее. Мама, оставшись без бабульки, которая не учила ее быть хозяйкой, стала беспомощной. Если уже надо, то по кулинарной книге, но это позднее. Но подросла я, благодаря бабулькиному учению, ничего не избегала. Жалела маму, готовила, убирала, стирала, воду носила. Аж иногда пятки горели. Уставала? Нет, только пятки горели. Словом, с 14 лет я уже стирала на четырех человек. Мыла не было, так делала щелок из дровяной золы. Бывало, руки растирала себе до крови, левую, так как преимущественно терла оба левую руку. Однажды бежала в библиотеку и вдруг увидела объявление. При гарнизонном клубе открывается детско-юношеский ансамбль. Желающих просим записаться от и до. Режиссер Орлинский. Так в моей судьбе начинается новая эра. Я пошла и записалась у мужчины, сидящего в зрительном зале за столиком. Время, назначенное притесного было пять часов дня, через день. Управившись домашними делами, я пошла. Там собралось человек пятнадцать, девочек и мальчиков от десяти до пятнадцати лет. Каждого из собравшихся режиссер попросил прочитать какую-нибудь басню Крылова. Я прочитала «Воронья где-то Бог послал кусочек сыру». А что еще умеешь? Петь и танцевать. Ну тогда станцуй. А что хочешь станцуй? Я под язык буду танцевать. Ладно, давай под язык. Я станцевала балетную полечку. А спеть? Сейчас, сейчас. Я думаю, чтобы вам спеть. Все равно. Я затянула песню «Хазбулат удалой», но режиссер сказал «Хватит! Поставлю тебе птичку». «Что за птичка?» Потом он стал слушать других. Я же сидела в зрительном зале и думала «Напрасно я ему спела хазбулата, надо было у камина или хризантемы в саду, модные романсы». Надо сказать, что голосок у меня был, как говорил в школе учитель Пинни, «У тебя девочка, есть голос Мэца сопрано, береги его». Так я стала участницей ансамбля. Постепенно определились таланты и посредственности. Я и Вова Славин стали первыми. Стали готовить первый спектакль «Царевна тихоструя». Следующий «Дети капитана Гранта». Я не на шутку увлеклась. Ежедневно в пять часов вечера я бежала сломя голову на репетицию. Опозданий режиссер не признавал. Все это происходило на территории гарнизонного клуба. Сначала читка, потом после раздачи ролей первая репетиция на сцене. Нужно было запомнить все мизоцены, переходы, входы и уходы со сцены. Потом, поскольку было еще тепло, репетировали в садике при клубе. Садик был с чахлыми деревьями, неухоженный, деревья и трава. Земля еще была теплая после дневного санцепека, и мы располагались на ней до прихода режиссера. А уже с его приходом начиналась серьезная работа. Наконец, Орлинский объявил нам, что работа готова и спросил, кто из вас, дети, хочет взять псевдоним? А как это? Ну, носить другую фамилию, надуманную. Я отозвалась. У тебя красивая фамилия, Никитина. А я хочу быть Юровой. Ну, что ж, можно и Юровой, тоже красиво. Дело в том, что мне нужно для афиши. Наконец, я увидела в городе афиши, напечатанной Типографской, где было написано, что такого-то числа в зимнем драматическом театре будет представлен спектакль сказка «Царевна Тихостроя» силами юношеского ансамбля. «Царевну Тихострою» исполняют Зинаида Юрова. Билеты продаются в кассе театра. Начало спектакля в 12 часов дня. Наступил этот день. Члены ансамбля стали собираться за два числа до начала. Я принесла из дома чемоданчик с нужными вещами. Нас определили одеваться и гримироваться в углу артистического фойе, отделив девочек от мальчиков. Артистов пополам. Здесь лежала большая куча париков и костюмов для нашего спектакля. Орлинский подал мне парик блондинки с длинными волосами. Потом платье цвета морской волны со шлифом на зеленом чехле. Одевайся, потом придет гримюр и загримирует тебя. Зашел к мальчишкам. Вова Славин играл то ли принца, то ли пастушка, не помню. Я стала одеваться. Не помню, сама я или подсказал кто, чтобы выглядела фигура взрослее человека, надо под платье надеть несколько юбок накрахмаленных. Я шила три юбки из старой белой марли, накрахмалила их. Когда стала одеваться, то одну за другой надела эти юбочки. К слову сказать, резинок не было, завязаны они были на боку тесемками. И в мыслях не было, что не так делаю. В общем, все остальное сделал гример. Загримировал, укрепил корону. Театр был полон. Давно дети не видели детского спектакля. Режиссер залез в суфлерскую будку. Началось. Настал момент, когда я осталась на сцене одна. У меня большой монолог. И, сделав несколько шагов к рампе и почувствовала, что у меня в ногах что-то путается. Опустила глаза и вижу, о боже, у меня сползла одна из юпок. И тут из оркестра один нам из мальчишек произнес, Зинка штаны потеряла. Орлинский из будки Бутафорской сказал, переступи шаг вперед, выйди из того, что упала. И, говоря монолог, подними вместе со шлейфом, повернувшись направо, уйди за кулисы. Так я и сделала. Потом плакала, а срамилась. Никто не видел, говорил Орлинский. Следующий спектакль через две недели был «Дети капитана Гранта». Я играла Мэри. Все прошло благополучно. Режиссер расплатился за помещения арендные, за костюмы, парики, бутафорию и оставшиеся деньги выручку разделил себе и участникам. Я и Вова Славины получили по 16 марок, больше всех. Деньги я принесла маме за два спектакля. Мэри. Мэри. Мэри.